Дорогие братья и сестры, апостол Павел учит нас, что мы куплены кровью Господа нашего Иисуса Христа, куплены из рабства дьявола, из рабства греха, чтобы жить для Христа, чтобы принадлежать Христу. Он выкупил нас, теперь Он наш Господин, а мы Его рабы. И должны жить для Него, должны исполнять Его волю и Его желания, а не наши греховные пожелания и похоти. Апостол Павел также объясняет, что как Христос умер и воскрес на третий день, точно так же и крещение означает умирание и воскресение со Христом, чтобы жить для Христа, исполнять Его волю. Не для себя уже жить, но для Иисуса Христа, быть Его рабами. Господь наш Иисус Христос также говорит, что где Я буду, там и слуга Мой будет. То есть тот, кто служит Христу, тот, кто работает Иисусу Христу. Иоанн Богослов говорит так. «Все, что есть в мире, есть похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И это не есть от Бога, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию прибывает вовек». Этим самым Он как бы разграничает, что есть воля Божия, святая, совершенная. А есть воля в этом мире, воля мира сего, воля дьявола, которая направлена на страсти, похоти, желания, эгоизм, гордыню, удовольствие и так дальше. И Он говорит, что те, кто испытывает вот эту волю, желания, удовольствия, гордости, своих страстей и похотей, тот Богу не принадлежит. Тот является рабом дьявола, рабом мира, плоти и греха. И апостол Павел также говорит, что невозможно жить по духу и по плоти, невозможно Богу угождать и угождать своим страстям, похотям, служить Богу и служить этому миру. И Христос также говорил, не можете служить Богу и мамоне, то есть богатству. Итак, все эти излечения, эти цитаты приводят нас к тому, что мы должны всю свою жизнь исполнять волю Божию, если мы действительно рабы Христовы, если мы действительно хотим быть с Богом на небесах в Его Царствии. Значит, мы всегда, каждую секунду должны спрашивать себя, а чью сейчас я волю творю? Захотелось, например, фильм посмотреть. Вопрос, а угодно ли это Богу? Чья это воля? Моя или Христова? Вот Христос стоит здесь и сейчас и смотрит на меня. «Что бы Он хотел? Он мой Господин, я Его раб. Какую бы Он мне волю сказал свою, что бы Он от меня ожидал? Что от него? Он хочет видеть, что бы я сделал. Почитал Евангелие, Салтырь, Акафист, Почитал духовную книжку или сел за компьютер и тратил пустое время в пользу каких-то фильмов, развлечений, игр и так дальше. Как Он хочет, чтобы я прожил? Молчаливо, в кротости, смирении, терпении, благодарности Богу или в жизни в своё удовольствие? Что Он хочет, чтобы я постился? Или чтобы я чревоугодничал и жил в саду страсти? Какая Его воля? И каждый раз, спрашивая вот так себя, совесть нам подскажет. Нам будет сказано голосом нашего англоохранителя, как нужно поступить. Только бы нам быть верным Ему всегда и отрекаться от своих волей, страстей и похотей. Дьявол может спорить. Дьявол может постоянно, говорит, ничего страшного, один раз можно, расслабься, отдохни, ничего, видимо, плохого нет. Если человек будет служиться голос дьявола, он уже не будет рабом Христовым, а будет рабом дьявола. Господь наш Иисус Христос сказал, «Ащи, вы мои ученики, отрекитесь от себя, возьмите крест свой и идите за мной. И кто хочет жизнь свою сберечь для себя, тот потеряет ее. А кто потеряет жизнь свою для меня Евангелие, тот сбережет ее». Итак, братья и сестры, если мы действительно хотим, чтобы наша жизнь на небесах была со Христом, если мы хотим вечной жизни, то мы должны в этой земной жизни отречься от себя, от своих желаний, от жизни для себя. А должны жить для Христа, для Евангелия, для Его послушания, для Его угождению во всем и всегда. Брать крест свой и смиренно идти за Христом, исполняя Его святые заповеди. Сам Христос сказал, «Если любите Меня, исполните Мои заповеди». Далее, братья и сестры. Следующий момент очень важный. Часто бывает так, что человек мечтает в своей жизни, например, в монашество, а воля Божия, чтобы он был в миру. Или наоборот, человек мечтает жить в миру, а воля Божия, чтобы он был в монашестве. Метрополит Владимир Сабадан говорил, что он мечтал быть обычным священником, где-то на селе, на деревне. Но Господь Бог так управил, что он стал метрополитом киевским. И много других таких примеров. Когда человек мечтал быть тихо, мирно спасаться, но Бог брал его и вставил на видное место, как зажженный светильник для всех, чтобы он всем светил. Таких примеров множество. Мы знаем также, что к преподобному Серафиму Саровскому пришло две сестры. Одна просила благословение в монастырь, а другая даже и не помешала о монастыре. Но преподобный Серафим Саровский благословил как раз ту, что и не думала о монастыре, поступать в братью, поступать в монастырь, в святительство, а ту, которая мечтала о монастыре, благословил на замужество. И братья и сестры, таких примеров много. Когда человек мечтает что-то сделать так или другое, а Бог для него выбирает иной путь. Итак, очень часто мы не знаем, какой путь для нас уготовил Господь. Я хочу рассказать такую историю. У одной молодой пары они поженились, было трое детей. Они очень быстро родили трое детей. Детки рождались через полтора-два года, и так у них быстро родилось трое детей. И вот они решили себе, что с них достаточно, и сделали себе стерилизацию, чтобы больше не рожать. Но вот что произошло. Эти дети ехали на автомобиле со своим дядей и попали в ДТП. Все трое насмерть. Они еще, эти родители молодые, могли бы себе и нарожать, но они уже сделали стерилизацию, и больше рожать не могли. Эти братья и сестры примеры видно, что человек думает себе, располагает, а Бог определяет. Человек не должен надеяться, вот с меня хватит, вот одного-двух-троих родили и достаточно. А может быть воля Божия, чтобы родили не одного-двоих, а десять-двенадцать? Откуда мы знаем волю Божию? Если роды проходят благополучно, беременность тоже более-менее, так может воля Божия, чтобы рожать? Некоторые люди пользуются всякими противозакладными, зачастливыми средствами, а есть ли она эта воля Божия? Или по-другому как-то пытаются, в храм Божий не ходят, а есть ли она эта воля Божия, что ты в храм Божий не шел? Братья и сестры, нужно всегда спрашивать, есть ли она эта воля Божия? Вот здесь стоит Христос и смотрит на меня, что я делаю вечером? Читаю ли я молитвы на свой грядущий, или же я занимаюсь празднословием, расслабляюсь в воде телевизора и отдыхаю? Чьи мы рабы? Телевизора или Христа? Итак, братья и сестры, всегда и во всем должна быть воля Божия, отречение от своих желаний, отречение от своих страстей. Преподобные отцы учат нас, что чем больше здесь на земле мы отрекаемся от чего-то ради Христа, тем больше мы собираем на небесах сокровища. Если мы здесь на земле отрекаемся от каких-то удовольствий, то нас ждут удовольствие небесное, блаженство Царства Небесного. Если здесь на земле мы отрекаемся от земной славы, терпим клевету, поношение, оскорбление, смиряемся, то нас ждет слава со Христом на небесах. Если здесь на земле мы терпим несправедливости, то и Господь с нами поступит милосердно и не накажет нас по справедливости за наши грехи, но по своей милости простит нас и помилует. Каждый раз, когда мы здесь на земле в чем-то себе ущемляем ради Христа, уменьшаем количество сна, количество других каких-то плотских удовольствий, уменьшаем даже количество того, что можно, законного, но ради Христа от этого отказываемся, чтобы Богу угодить, чтобы Ему понравиться, чтобы даже как-то дар Христу принести, благоугодить Христу, все это не проходит мимо, оно все засчитывается на небесах, в Его небесной сокровищнице. Итак, братья и сестры, девиз христиан должен быть таким «Работать всю жизнь Иисусу Христу». И не знаем, мы не знаем волю Божию, где Господь Бог хочет нас видеть. Мы не знаем, куда Бог хочет нас послать. Мы даже не знаем, что Господь хочет такое слово, чтобы мы сказали. А может, в воле Божия, чтобы мы пошли в то место или в другое место, или работали там, или в другом месте, мы этого не знаем, поэтому нужно молиться, чтобы Господь Бог определил и благословил. Если так получилось, что нас приняли на работу, но там какие-то неурядицы, ссоры, скандалы, и это всё нам для нашего терпения, для нашего смирения, значит, воля Божия такая, чтобы мы этот крест понесли. Конечно же, если там есть соблазны, грех, нечестный заработок или другой соблазн, какая-то блудная похоть, то мы здесь должны ради Христа оставить эти соблазны, оставить эти грехи и уйти с той работы. Братья и сестры, всегда во всём должно быть, а как угодно Христу, а что от меня хочет Христос. Ещё, братья и сестры, такой девиз. Лучше испоять волю Божию и быть в мире с Богом, чем испоять волю человеческую и быть в мире с людьми. Апостол Пётр сказал так этот девиз такими словами. Рассмотрите сами, кого лучше слушать, Бога или человека. Поэтому всегда и во всём на первом месте должна быть воля Божия. Если наш начальник, наши родители, наши знакомые, близкие, друзья, муж, жена, дети соблазняют на грех, мы должны сказать, Бог так не учит. Писание так не говорит нам. Мы должны сказать волю Божию в первую очередь. Это, братья и сестры, и означает слова Иисуса Христа. Не называйтесь отцами, ибо один у вас отец на небесах. Это не в прямом смысле не называться отцами. Это в том смысле, что Отец Небесный должен быть главным критерием истины. Его воля, Его заповеди, Его истина должна быть у нас на первом месте всей нашей жизни. Итак, братья и сестры, мы куплены кровью Христа. Мы уже не себе должны принадлежать, не для себя жить, не для своих желаний, а только для Бога. Наши мысли должны быть для Христа. Наши движения, действия, что мы не делали, что мы не кушали, что мы не одевались, как мы не обувались, куда мы именно, транспорт мы не выбирали, жилье какое мы не выбирали, ремонт какой мы не выбирали. Всегда нужно спрашивать, а угодно ли это Христу? А Христос так бы поступил бы на моем месте или нет? Как Господь на это все посмотрит? На то, что я макияж на себя набросала, одела модную и красивую соблазняющую одежду, без платочка вышла, распустила волосы, а как на это смотрит Христос, англохранитель? Это Богу угодно? Или это бесы равняться такому ему внешнему виду, а не мой англохранитель? Всегда во всем нужно быть рабом или рабой Иисуса Христа. Возможно это трудно, возможно кому-то это непривычно, возможно кому-то хочется расслабиться, пожить для себя, но да, братья и сестры, мы не Христовы, и мы не получим от Бога никакой награды на небесах. Вся наша награда здесь на земле, от Бога мы ничего не получим. Поэтому, дорогие братья и сестры, если мы рабы Христовы, то и волю Христову всегда и во всем должны исполнять. И также, если действительно искренне любит Христа, то он должен чем-то жертвовать для Христа, ради Христа уклоняться от всех тех соблазнов мира сего, которые предоставят нам дьявол, чтобы быть ближе ко Христу, свою любовь ко Христу доказывать каждый день терпением, смирением, молитвою, постом, воздержанием, благостью, милосердием и так далее. каждый день показывать, что мы действительно Христовы, а не дьяволы, что мы Христу служим и работаем, а не грехам, соблазнам, своей плоти и своим удовольствиям. Братья и сестры, и да можно нам Господь в этом, и да даст нам крепость Духа, и дарует нам молитву, чтобы мы даже и в помыслах отвлекались от своих мыслей, мечтаний и желаний, и своими помыслами стремились к молитве и своими желаниями стремились к покаянию, к молитве, славословию и благодарности Богу. Все у нас было направлено ко Христу, и Дух, и Душа, и Тело, и Разум, и Сердце к Иисусу Христу, к молитве, беседе с Ним, исполнение Его святых желаний, святых заповедей и да можно нам Господь в этом, быть Христовыми. Аминь.